Утренняя молитва в нашей Киевской архиепископии здесь, в Киеве. Сейчас вот начну с минуты, минуту уже. Спасибо всем огромное за поддержку моего служения Господу, за участие ваше и финансовое, и духовное, материальное, душевное поддержку. Слава Богу. Благословляю всех вас, дорогие друзья. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Начнем, я думаю, трансляцию пора уже включать. Пошли тоже. Аллилуйя. Бог во Христе примирил с собой мир. Во втором Коринфянам 5.19 раскрывается очень важное такое таинство. Слава Иисусу Христу. Бог во Христе примирил с собой мир. Бог примирился с нами через кровь Сына Своего Иисуса Христа. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Навеки слава Богу Святому. Аминь. Приветствую всех, братья и сестры, приветствую из Киева, с нашей Киевской архиебископией, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Вот. И сегодня я хочу Богу славу все воздать. Возблагодарить Его за все. Да. Слава Богу. Вот. И... Так, сейчас, секундочку, сейчас... Подключение здесь, чтобы было. Чтобы я смог... Да. И сообщение читать тоже. Но, знаете, да, шалом, ураха, аллилуйя. Это я прочитал. Слава Богу. Шалом, шалом. Всем шалом, мир, всем. Слава Богу. Так, здесь что-то у меня... Ошибка написана. Ну, раз шалом написали, значит, Рувин дали, значит, то, значит, тогда я... Меня слышно, по крайней мере. Может, не видно, но слышно. Есть какой-то сбой у меня. Сообщает, что нету изображения. Меня видно сейчас? Надеюсь, что видно. И слышно, надеюсь, тоже, что слышно. Шалом. Если меня видно, слышно, то дайте... А, видно и слышно. А, все, спасибо огромное, спасибо. Просто у меня почему-то сообщение, что нету, значит, сигнала. Ну, ладно. Здравствуйте, здравствуйте. Слава Богу. Да, спасибо. Благоставляю всех вас. Во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Сегодня у нас 20 число, уже, да, сентября. Значит, ну, если в библейском исчислении, то у нас 11-е уже число, да, получается. Да, 20 сентября 18-го года. Я скачал такой, называется, простой еврейский календарь. Все очень просто, по-еврейски, четко, точно. 11-е Тишлея, 5779-го года. Слава Богу. Вот, и насчет примирились и примирения с Богом. Вот здесь я, значит, в поиске слово «примирил». Раз, вбил. И вот три у меня из Нового Завета ссылочки. Вот. В синодальном переводе три раза слово «примирил». Вот так вот используется. Вот. Ну, первое, это вот самое, это Коринфянам. Нет, Коринфянам-то я представил уже. Римлянам. 5-10. Ибо если бы, если бы, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью, сына его, то тем более, примирившись, спасемся с жизнью его. Вот так замечательно. Да. Будучи врагами, да. По сути, мы были во вражде, многовековой вражде. К сожалению. Вот. Это так получилась история наша. История человеческого рода, она так вот после, ну, при Адаме и Еве, при наших пращурах, будем договорить, прародителях, она пошла в кривь и в кость. Кривая история человечества пошла под наклонной. И до потопа, и после потопа, опять, казалось бы, все погибло человечество, но вот осталась одна семья. Но куда же ты денешь вот то, что внутри, вот это вот, то, что мы христиане называем первородным грехом, а то, что, значит, в иудаизме называется злым началом. Ну, как ни называя это, ну, Эцерара, Эцерара, да, злое начало, Эцер. Вот это вот зло, которое в человеке поселилось. Чужой, будем так говорить, да, поселившийся в человеке, как в этих фильмах там фантастически показывается, там, вот какая-то там особь, какая-то там, давно уже не смотрел какую-то фантастику такую, но там такие бывают зрелищные. Голливуд может, что может, то может снимать. Там такие многомиллионные бюджеты. Бокертов, аллилуйя, аллилуйя, Бокертов. Аллилуйя, пусть эта неделя будет благословенна, это время, дом и тень будет благословенна, и все будет благословенно. Аминь, аминь. И там, значит, там в этих фильмах показывается, там, какой-то, допустим, обычный человек, а в нем поселилась какая-то там сущность какая-то. Света пишет, шалом, шалом, шалом. Вот, значит, и действительно, вот Адам и Ева просто люди, казалось бы, да, значит, обычно созданы по образу и подобию Божьему, прекрасные. Наши прародители были прекрасны на самом деле, что есть, то есть. Они были восхитительны, они были удивительны. Адам был прекрасным мужчиной, Ева была прекрасной женщиной, они были прекрасные люди. Вот, были созданы Богом, провели, вот, шаббат, встретили вместе они с Богом. Для них было, ну, это первый день их жизни, представляете, вот, они только были созданы еще. Вот, значит, и вот, значит, наступил шаббат, вот, и они провели шаббат вместе со Всевышним Богом. Вот, значит, все прекрасно, казалось бы, живи не хочу. Знаете ли, хорошей недели вам. Но потом пошло все в крифе, в кость. То есть, к сожалению, пошло все под наклоной. И Адам сразу даже не понял, он где-то был, вернулся, может, общался с Богом, я не знаю, но он с ангелами какими-то разговаривал, с животными какими-то разговаривал. И Ева нашла себе собеседника не очень хорошего, самого хитрого нашла собеседника. Ну, Адам, может быть, там с белочками разговаривал, там с оленями, там с ольвами, там, не знаю, с тиграми, с кем-то там, со слонами мог. Ну, короче, с какими-то животными, там, наверняка, других-то людей не было с кем поговорить. С обезьянами, в конце концов, там, тоже похоже на нас. Вот, одним словом, с кем-то он беседовал, там, значит, общался, где-то был, там, вот, значит, вернулся домой, как бы. Вот, и, значит, и он даже и не понял, что произошло. Может, что-то догадался, что-то ёкнул у него там в сердце. Что-то, вот, подсказывал, что с Евой что-то не так. Она как-то, какой-то у неё чужой, чуждый огонёк в глазах. Вот, но он не понял. И съел приготовленное ей. Вот, да, и глаза их открылись. Да, вот это было зрелище. Ева, ты голая. Адам, я это знаю, ты тоже голый. Что началось? Они стали прятаться от Бога. Первое желание у них было, они не захотели встретиться с ним, с Богом. Это первая их страшная ошибка после падения. Вот, как и у любого из нас, потомков Адама и Евы, мы все сыновья Адама и всеми дочери Евы. И у всех та же самая проблема, та же самая история. Абсолютно у всех. Все гому сапиенс. Гому, но совершенно не сапиенс порой. Когда согрешает человек, то первым у него возникает прямо ненормальное желание не встречаться с Богом. Вот, значит, хотя, естественно, нормально было бы, наоборот, как раз, желание встретиться с Богом. Ну, так ладно, так уж. Вот, и... И... Ох! Находит их прячущихся. Он, конечно, и знает, где они находятся, но... Здесь сам принцип был важен, чтобы они вышли навстречу. Пусть даже согрешили. Бросились бы ему в ноги, сказали бы, Господь, вот так и так вот. Съели не то. История могла бы совсем по-другому развиваться. Но, опять-таки, если бы да кабы, да не бы, хуже всего вот так вот сейчас копошиться во всем этом прошлом. Но, по крайней мере, история пошла в кривь и в кость наша. Но два тысячелетия назад все изменилось. Резко изменилось. Настолько, что кривая наша, она катилась под наклоны, и все дальше, и дальше, и все... Как говорится, дальше в лес злее партизаны. Шли вниз, вниз, вниз. И вот две тысячи лет назад резко... Знаете, как вот это вот... Здесь вот рядом, я сейчас на Киото, а рядом улица Малышка, где мы раньше снимали квартиру на Малышка. Вот, от Черниговской туда, в сторону Дарницы. Хорошая улица, мне нравится тоже место, там парки эти вот. Люблю там прогуливаться. И там есть Волчья гора. Я туда люблю приходить, молиться. Там есть сосна Нестерова. Потому что когда-то, еще при царе Горохе, ну, точнее, при последнем императоре Николая II, вот, значит, да, при царском самодержавии Дарницы, здесь были поля и леса. То есть, здесь не было ничего. Пару сел там, каких-то там хуторов и все. Вот, значит, на этой стороне Днепра вообще, были только лишь какие-то селы и хутора. То есть, а сейчас здесь, пожалуйста, станция метро Лесова, видна из окна у меня, значит, там Черниговская, там город. И в то время при царе батюшке, здесь, значит, Нестеров и с товарищами своими на этих этажерках страшных этих вот, ой, как они летали. Здесь, значит, знаете, самолет нормальный, большой, комфортный, сидишь в кресле, значит, там, как бы, да, и то порой егает, когда там в воздушную яму там или турбулентность попадаем. Ой-ёй-ёй, пару раз там было такое, что, ой-ёй-ёй. Знаете ли, там атеисты молятся. Вот, в таких ситуациях, як тревога в Украине говорят, так да бога. Вот, и в окопах атеистов нет, как говорил этот Евтушенко писал, помните, да, в одном из стихотворений своих ранних ещё, в окопах атеистов, говорит, нет, так и есть на самом деле. Я это сам наблюдал, в окопах не был, правда, но когда самолет в турбулентности, и, значит, его бросает огромный самолет так, что, как это, спичку какую-то в воздухе, знаете, это просто страшно, реально страшно. Даже верующим, а не верующие, вообще это, так они вообще орут там к Богу, там, гад, гад, хотя, ну, казалось быть, не верующие люди. Господь знает всех, все верующие, все верующие, даже бесы верующие. По сути, если честно говоря, все верующие. Просто веру Божью не все имеют, вот, а свою какую-то веру, первобытную, врождённую, природную, как тут и есть. Всё равно, у всех есть вера. Даже у животных есть вера, у птиц есть вера своя какая-то. Они тоже попят к Богу, тоже молятся к Богу. Вот, в Библии написано там, об этом тоже. Вот, дамы и господа, и будучи врагами, во вражде, многовековой вражде, но 2000 лет назад изменилась история человечества, написано, «Примирились с Богом смертью Сына Его». «Примирились мы с Богом смертью Сына Его». Сегодня будем, кстати, совершать хлебопреломление, причастие, евхаристию. Я здесь приготовил себе сок, взял, купил сандоры, я ещё до Йонг-Кипура закупился. Вот, значит, и сегодня совершим причастие. Хлебопреломление евхаристию. Я думаю, что верующему человеку действительно стоит, имеющему веру Божью, не просто свою какую-то веру, а веру Божью. Дети, имейте веру Божью. Это же так важно, друзья, братья, сёстры, имейте веру Божью. А бы какую, не просто христианскую веру. Христианская вера, честно говоря, гроша ломаного не стоит. Это больше культура, традиция какая-то определённая. Догматика, богословие. Ну, нет, ну, конечно, красиво, да, но по сравнению с Божьей верой, она, так, мусульманская вера, иудейская вера. Любая вера, вот, религиозная вера, я имею в виду, в таком смысле, она, на самом деле, это религия. Вчера я говорил об этом. Религары, римское слово, религары, религия. Связываться с Богом, да, связь, попытка связываться. Но, на самом деле, истина в том, что Он примирился с нами, кровью Сына Своего. Мы примирились с Богом, смертью Сына Его. Это вам не просто вера христианская или вера какая-то ещё другая. Нет, это вера Божья, друзья мои. Примирились с Богом, смертью Сына Его. То тем более написано, примирившись, спасёмся жизнью Его. Спасибо тебе, Господь. Если мы, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом. То есть невозможно было примириться с Богом. Невозможно. Я помню, как-то зашёл в одну парикмахерскую, и там очередь такая была. Я не записывался, просто зашёл по дороге. Я как бы так, к сожалению, у меня насчёт планирования часто проблемы такие. То есть я художник вольный, я так экспромтом часто действую всегда, почти всегда, всю жизнь. Вот, значит, и есть люди, которые всё по расписанному прям так вот действуют. Знаете, я порой восхищаюсь такими людьми, удивляюсь, вот, и восхищаюсь. Вот, но я понимаю, что я другой просто вообще. Нет, я, конечно, понимаю, что надо какого-то расписания держаться, я так набрасываю всё время. Даже проповедь, сколько раз, сколько раз. Готовлю проповедь, всё, пишу, всё конспектирую, закладываю, всё. А уже когда на служении, уже понимаю, нет, я буду говорить совсем другое. Вот, и хотя, хотя бывает, что над чем работал раньше, допустим, потом через несколько месяцев, через год и порой, некоторые даже. Бывало, через пару лет эту тему как раз вот я и говорил. Ну, коня приготовляют, да, но победа от Господа. Вот я это очень чётко уловил. И, примирившись с Богом смертью Сына Его, тем более, примирившись, то есть я, примирённый с Богом, 2000 лет назад, кровью Иисуса Христа, тем более, примирившись, да, будучи примирённым, я спасусь жизнью Его. Иисус Христос, великий первосвященник. Вчера об этом говорил я. Сегодня, так, сегодня вечером не получится, я думаю, но посмотрим. Если получится трансляцию, то я сделаю, если нет, то извиняйте. Вот, значит, ну, вообще планирую сегодня как раз говорить. Будет небольшое собрание у нас здесь в Киеве. Я не знаю, как там технически, просто у них есть там интернет, там, как бы там, Wi-Fi этот, значит, там. Посмотрим. Если получится, я сделаю трансляцию. Тоже как раз собираюсь говорить об этом. Ёмки-Пур, предложение Ёмки-Пура. Судного дня. О великом первосвященнике, об Иисусе. Вот, хотя, буду много свидетельствовать, я думаю, сегодня. Планирую, по крайней мере, свидетельствовать. Слава Богу. Так что, дамы и господа, вот, и первосвященник наш, в отличие от тех первосвященников, которые были в храме, в том Соломоновом храме, потом в Возрожденном храме, уже мы называем его вторым храмом, сейчас мы живем в эпоху третьего храма. Самого великого, что знало человечество, самого великого храма, третий храм, он строится из живых камней. Этот третий храм, он называется телом Машиаха, телом Христа. Главой этого храма, куполом его, является, завершением, да, является сам Иисус Христос, Иешуа Машиах. Фундаментом его, основанием, является сам Иисус Христос, ибо никто не может положить другого основания. И на основании апостолов, пророков, да, апостольские, пророческие писания, Ветхий Новый Завет имеет в виду, вся Библия, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, все здание стройно строится, созидается. Спасибо тебе, Господь, за все. И каждый камень, это живой камень, живой камень, это я, это ты. Те из нас на этой земле, в ком живет Иисус Христос, мы как живые камни, мы созидаем это тело. Спасибо тебе, Господь. Бог созидает нами, через нас и в нас. Спасибо тебе, Господь. Спасемся жизнью его. И наш первосвященник, великий первосвященник, он на небесах. И он, в отличие от тех земных первосвященников, в третьем храме все иначе. Оно похоже на то, что было в первом храме и во втором, но настолько похоже. Я сравниваю, знаете, в семинарах обычно, когда я говорю на эту тему, то я говорю, что это как игра в дочке-матери, тоже, да, там, слявка нянчается, вроде как бы, мама, да, но это игра дочки-матери, да, значит. Вот, а, значит, или же настоящее уже материнство. Уже она взрослая уже, женщина уже, значит, уже вот в семье, да, вот у нее дитя. Вот, это уже не игра уже, это уже настоящее. Вот, или как, допустим, там, мальчики играют в песочнице, да, ну, сейчас, ну, машинки, допустим, мальчики любят машинки, допустим, да, вот. Вот что есть, то есть, большинство мальчиков любят машины. Вот, значит, и вот, хотя есть девочки любят тоже машинками, я заметил тоже так играть, но меньшинство все-таки. Вот, и, значит, и что-то есть такое врожденное, заложенное колесницам, вот эта любовь какая-то, не знаю. на небесах, ему тоже на колесницах Адам будет кататься и всеми, слава Бог вот, и знаете удивительно, конечно, значит но вот третий храм, он на самом деле превосходит во всем, вот первый и второй храм вместе взятые всю историю прошлого превосходит вот, и те мальчики, что играют в песочницы с машинками, допустим, и потом он уже взрослый мужчина, допустим, там дальнобойщик на большой такой, смотришь такие американские машины, съездят порой там вот туда, значит на выезд из города, допустим, смотришь там такие монстры такие выезжают а в Штатах на эти траки я посмотрел, там братья многие верующие работают на траках не было времени, к сожалению, в последний раз он был в Штатах, один из братьев предлагал на его дальнобойщик, он тоже, на его траке проехать всю Америку как раз надо было вот, от океана до океана я мечтал как раз проехаться бы вот, именно вот не пролететь, а именно проехаться вот, с остановками в этих отелях придорожных таких, дешевых там и вообще, ну, побыть вообще простой Америку такую, посмотреть вот так вот знаете ли, земли проехаться вот так вот через всю Америку, от океана до океана хотел быть, а времени уже не было уже был билет на самолет и уже, я и так уже время обозначенное на видео уже прямо буквально тютелька в тютельку вот, знаете ли использовал вот, то есть, если бы я еще сдержался бы там даже на день, уже нарушил бы закон американский думаю, нет, нет, надо быть законопослушным нет, надо выезжать уже вот, значит, улетел ну, Бог усмотрит Господь да усмотрит еще проехаться вот, по Штатам молюсь сейчас о поездке молюсь о поездке вот, и я проехал с проповедью Слова Божьего получается половина Америки 25 штатов вот, хочу остальные 25 проехать тоже вот, значит и, значит по крайней мере вот, центральную Америку вот эти вот я имею в виду центральные штаты эти вот не побережье даже побережье тоже проехать и центральное вот, и проехать с молитвой молитвенное проездство такое как евангелист как миссионер евангелист проповедовать везде Слово Божье Господь да усмотрит спасемся жизнью Его наш первосвященник живой первосвященник это сам Иисус Христос он живой первосвященник и Колоссянам еще 1.22 что, сейчас как раз к причастию подойдем уже ныне примирил в теле плоти Его смерть Его чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою вот для чего действительно все это совершилось он примирил в плоти Его Бог в теле Христа в теле Его ломимом теле Его в крови Его святой в этой жертве святой чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными пред Собою то есть через кровь Иисуса Христа через жертву Иисуса Христа я святой непорочный и неповинный перед ним перед человеками может быть и да и людям не угодишь как Маргарет Тэтчер говорила помните да железная леди такая героическая была женщина очень такая отважная очень женщина да недаром назвали ее железной леди вот и кстати очень она много сделала вот русскоязычные христиане ей очень сильно благодарны конечно большинство молятся когда вот тогда молились молились в то время в советское еще время потому что ее железная позиция вот в общем-то сделала свое дело вот и в общем-то она много очень приложила усилий для того чтобы империя зла вот этот вот советский союз безбожный чтобы он развалился то есть это была действительно святая женщина вот но конечно большей части все-таки Рональд Рыган приложилась усилия вот муж божий действительно муж божий из больших букв слава Господу вот но так вот Маргар Тэтчер говорила как-то по поводу вот того что не угодишь всем она говорила даже если вы ходите по воде вы что-то творец и вы ходите прямо по воде найдется все равно какой-то товарищ который скажет а смотрите смотрите он даже не может плавать вот так вот вот так вот это так на самом деле но в глазах Бога я святой непорочный и неповинный перед ним через кровь Иисуса Христа и 2 Коринфянам опять я прочту с чего начал сегодня одно из таких любимейших мест писаний моих 2 Коринфянам 5.19 потому что Бог во Христе почему потому что Бог во Христе примирил с Собою мир не вменяя людям преступлений их и дал нам слово примирения и дал нам служение примирения сейчас вот служение примирения это большей частью это как раз святая Евгаристия хлеба преломления причастие тела и крови Господних причастие это таинство тела и крови Господа Иисуса Христа я стараюсь совершать ежедневно рассуждая о теле Господнем рассуждая о теле и крови Иисуса Христа вся моя жизнь это Евхаристия и Евхаристия это моя жизнь Евхаристия это греческое слово которым у нас в православии называется как раз таинство причастия тела и крови Иисуса Христа буквально как благодарение возблагодарение а так оно и есть на самом деле потому что Господь Он взял хлеб когда Он возблагодарил Бога Иисус Браха произнес Брахум благословен Господь Бог наш Царь всей Вселенной давший нам хлеб из земли спасибо тебе Господь за хлеб жизни спасибо что на той тайной вечере Господь Божий на той последней на том последнем ужине Ветхого Завета и первом уже ужине Нового Завета ты совершил это великое чудо после вечера в завершении всего когда уже все было съедено выпито ты хлеб за таинство тела и крови твоих за причастие святое Евхаристию благодарю тебя Господь и Бог мой царь мой аминь спасибо тебе за все благодарю аминь спасибо тебе Господь за жизнь вечную Бог во Христе ты примирил с собой весь мир и я примирен с тобою кровью сына твоего спасибо Иисус спасибо Иисус спасибо Иисус спасибо за все спасибо мой Бог спасибо 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 Благодарю, что свободу мне дал Что за меня жизнь свою Ты отдал О, спасибо Бог мой, спасибо Иисус, спасибо Господь, спасибо 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 Спасибо, Господь Ты отдал свою жизнь Аминь 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 Благодарю, что свободу мне дал Что за меня жизнь свою Ты отдал О, спасибо Спасибо Господь, спасибо Иисус, спасибо 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 О, благодать спасен Тобой Я из пучины бед Был мертв Был мертв И чудом я живой Был слеп И вижу свет Сперва Внушила сердцу страх Затем дала покой Я скорбь Я скорбь души Излил в слезах Твой мир течет рекой Прошел немало я скорбей Невзгод и черных дней Но ты всегда была со мной Ведешь меня домой Словам Господним верю я Моя вся крепость в них Он верн Бог верный щит Бог часть моя Во всех путях моих Когда же плоть моя Она не умрет Да, умрет Не умрет Словам Господним буду верить я Моя вся крепость в них Я помню, как в 97-м году В 96-м еще В 96-м Я первый слышал эти слова Пел один брат Черный Очень хорошим голосом Вот, чернокожий брат Это пастором он потом стал Дэвид Анно Очень люблю его Как он поклоняется Богу Как он восхваляет Бога Вот И, говорят, чернокожий брат Он пел Вот эти слова Словам Господним верю я Моя вся крепость в них Он верный щит Он часть моя Во всех путях моих Я помню тогда Я тогда еще был священником Традиционным православным священником Но уже Уже решался уходить Ну, последние там Недели оставались Вот Я уже В принципе, я уже даже решился Просто еще не объявлял еще Вот, значит Своему начальству Ну, как бы Решался объявить Своему начальству Но внутри уже И у меня было решение Уходить Надо уходить И общался с протестантами Тогда уже Вовсю уже Вот С писятниками Харизматами И вот Мы были на евангелизации На одном служении Карла Густава Северина Значит Было служение Значит в этом Как называется В Гомеле Белоруссии В Гомеле Да Там где Отец Сергий наш Николаенко Люблю, благоставляю Кто здесь Если с Гомеля подключился Благоставляю вас Здесь недалеко В принципе В Гомель Но сейчас не получится Приехать В следующий раз уже Даст Бог Как раз в Минске Хочу О служении Белоруссии Тоже молюсь Потому что В Минске В Гомеле В Бресте В Могилеве Забыл еще Полоцк По-моему То есть В нескольких городах Планирую Как раз вот Служение Вот Белоруссии Вот в ближайшее Вот это время Вот Поэтому Молитесь тоже О поездке Об этой И на Кавказ На Кавказ Конечно Вот Это Грузия Это Северный Кавказ Вот Это и Грузия сама Собственно Слава Богу Пусть Господь благословит Всех вас Дарить друзья Тело Христа Кровь Христа Это я Это ты Это мы Я И Отец Одно То что говорил Иисус Сегодня говорят Миллионы Миллионы Верующих Мыслят об этом Думают об этом Верят в это Говорят это И самое главное Живут этим Спасибо Господь За все Благоставляю Всех вас Дорогие друзья Благоставляю Свою семью Сейчас Супругу Свою Драгоценную Иисус Сергеевну Благоставляю Всех наших деток Благоставляю Ваши дома Во имя Христа Да благоставит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит На Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь Лицо свое На Тебя И даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь Благоставляю Всех вас Во имя Господне Аллилуйя Аминь Слава Богу Все здесь Слава Богу Да Тоже А еще От Валентина Сообщение Тоже да Доброе утро Благоставляю Всех вас Да Вот И Молюсь о поездке Тоже Да Белоруссию Хорошо Все С Богом Аллилуйя Аминь